Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Сегодня с вами на портале экзегет.ру Протерии Дмитрия Сизаненко из Санкт-Петербурга мы с вами прочитаем третью главу Евангелия от Иоанна. Эта глава состоит из двух эпизодов. Сначала рассказывается о ночной беседе Господа с Никодимом и заканчивается глава последним свидетельством Иоанна Крестителя. Предыдущая глава закончилась в праздник Пасхи эпизодом очищения храма. Очень важно, что это происходит в рамках празднования Пасхи. Это дает ключ к пониманию того, о чем будет Христос сегодня говорить с Никодимом. После праздника наступает ночь, и в ночи к нему приходит этот почтенный человек, фарисей, член Совета, человек ученый. Почему же он приходит под покровом ночи? И здесь возникает несколько предположений. Может быть, он избегает посторонних взглядов и втайне предпочитает инкогнито прийти ко Христу. Но, скорее всего, он учитель Израиля, и поэтому ночь — это самый подходящий момент для чтения Писания, для размышления о вечности, о Боге. Это время тишины и покоя. Именно поэтому он приходит ночью ко Христу с вопросом. Сначала он говорит о том, что очень много людей поверили во Христа. Учитель, мы знаем, что ты пришел от Бога. Никто не может совершить знамени, которые совершаешь ты, если бы с ним не был Бог. Никодим — человек благочестивый, и он алчит истинного познания. Он приходит не только от себя лично, но за ним стоит группа людей, мы знаем. Но Господь резко прерывает разговор и парирует совершенно другой репликой. Он говорит «Аминь, аминь, говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». С первого же мгновения Спаситель знает, с чем к нему пришел Никодим. Он его сердце читает, как открытую книгу. Действительно, его вера может быть больше, чем вера других людей, которые просто поверили от того, что увидели чудеса, и эта вера не будет никогда глубокой. Но тут возникает парадокс. Никодим говорит «мы знаем», но все дальнейшее развитие событий покажет, что в действительности он не знает. Он не знает, кто в действительности Христос. И Никодиму предстоит пройти этот путь. Именно поэтому он приходит в ночи, как и каждый человек, идет в ночи по направлению к свету. Никодиму предстоит пройти долгий путь, прежде чем в самом конце Евангелия он действительно станет учеником и войдет в Пасху Христова у распятия. Собеседник остается в полном замешательстве. Что значит видеть Царство Божие и почему надлежит родиться? Как очень часто у Иоанна, два собеседника говорят о разном. И кажется, что это диалог двух глухих. Они говорят о разном, они друг друга не понимают. И Господь сознательно идет и пользуется этим приемом для того, чтобы через это непонимание прорваться и родиться к истинному пониманию, к истинному знанию. И вот здесь родиться. Никодим в недоумении. Разве человек может родиться, будучи стар? Если ты уже стар, если ты уже проделал огромный путь, разве ты можешь стать младенцем? Тебе что, для этого нужно обратно влезть в утробу матери? Но Господь имеет в виду совершенно другое рождение. Никодим думает о земном. Христос ему говорит о некой духовной реальности, с которой Никодим еще не знаком, хотя он учитель Израиля, но самого главного он еще не знает. Рождение на языке Иоанна Богослова означает вера, обретение веры. И речь идет не о том, чтобы заново оказаться в утробе матери и проделать путь физического рождения. В действительности в тебе должна произойти какая-то решительная и окончательная перемена, преображение, нечто подобное, что происходит с гусеницей, и когда она становится бабочкой. И именно так говорится о рождении от воды и духа, то есть по действиям Святого Духа. Каким бы человек ни был мудрым и праведным, человек остается плотью, он остается земным. Бог — Дух. И поэтому сказано, рожденное от плоти есть плоть, рожденное от земли есть земля, рожденное от Духа есть Дух. Плоть, как мы с вами уже говорили, у Иоанна это синоним немощи, умирания, болезни, смертности. Дух — это источник жизни, сила воскресения, это божественная сила, которая создает мир. И между ними как будто пролегает бездна. И в Царство Божие не рождаются из утробы матери, от крови и от хотения плоти. Необходимо новое рождение, которое будет рождением свыше. В действительности ты должен родиться от Бога. Поэтому Иисус говорит, «Не удивляйся, если я сказал, тебе надлежит вам родиться свыше». Человек не может родить сам себя. Мы получаем жизнь извне. Это рождение свыше совершается не твоими собственными усилиями, оно рождается свыше. И эта тайна превосходит всякое человеческое разумение. И для того, чтобы приблизить к пониманию, Христос пользуется метафорой. Он употребляет метафору ветра. Очень часто пророки, мудрецы говорят о ветре, потому что ветер — это стихия, свободная, неподконтрольная. Ветер веет, дух дышит где хочет. Ты слышишь его голос, ты слышишь шум ветра, но ты не знаешь, откуда он приходит и куда он уходит. И Господь здесь проводит параллель. Точно так же происходит с каждым, кто рождается свыше, кто рождается от Духа. И поэтому никто не знает, кто есть Христос. Точно так же и его ученики остаются тайной для этого мира. Никто не знает, откуда он пришел и куда уходит. Потому что плоть есть плоть, поймет лишь только тот, кто по-настоящему родится свыше, а на языке Иоанна и означает «уверует». Никодим остается в недоумении, задает вопрос, как же такое может совершиться. И в действительности он, учитель Израиля, и должен знать и упрек Христа. Ты, учитель Израиля, ты не понимаешь этого. Что же должен понимать Никодим? В действительности в Ветхом Завете уже есть пророчество, ожидание и предвкушение какой-то новой реальности, этого нового рождения. Пророк Еремия говорит о Новом Завете, когда Божественный закон будет начертан уже не на каменных скрижалях, но на скрижалях сердца. И в этот момент человек получит внутреннее, подлинное познание Бога. Не внешнее, но внутреннее. Они все познают Меня, говорит пророк, от самых малых до самых великих. Пророк Езекииль дает еще более потрясающее обетование. Он говорит о том, что Господь Сам даст новое сердце. Господь вложит в Свой народ Свой Дух, Своё сердце. И именно им, этим сердцем, человек сможет познавать Бога. Аминь, аминь, говорю тебе. «Мы говорим о том, что мы знаем, и мы свидетельствуем о том, что мы видели», отвечает Христос. И в действительности здесь звучат ключевые слова. «Мы видели, и мы знаем, и мы свидетельствуем». Все три слова — это знаковые слова в языке Иоанна, потому что по-настоящему единственный, кто видел Отца, кто Его знает, — это, конечно, Сын. И здесь вопрос о том, что такое познание, по-настоящему знает только тот, кто живет единой жизнью, как муж знает жену, как отец знает сына. И только Христос в действительности видел Отца. И длинный разговор завершается пророчеством о смерти и восхрестении Христа. И здесь тоже возникают новые тайны и вопросы, и загадки. И в действительности, как мы с вами уже говорили, тайна окончательно откроется в самом конце Евангелия. Но уже сейчас делаются первые проблески того света, указания на то, что должно открыться в конце, когда пробьет час, ключевое слово — час, кайрос. И это будет час славы. В действительности это будет момент, когда Христос будет пригвожден ко Кресту, когда Он умрет и вместе с тем воскреснет. Это будет момент позора, муки, агонии. Но в глазах Иоанна это будет момент высочайшей славы. Именно в этот момент Христос станет по-настоящему Сыном Божиим. Именно об этом парадоксе и говорит дальше Иоанн. Момент распятия, когда Христос будет вознесен на кресте, будет моментом Его интронизации. И в момент восхождения на небесный трон Он станет по-настоящему Сыном и наследником Отца. «Никто не восходил на небо, кроме того, кто спустился с неба, кроме Сына Человеческого, сущего на небесах». И чтобы проиллюстрировать это, Христос приводит хорошо знакомую всем историю медного змия. Подобно тому, как в пустыне, по повелению Бога, Моисей должен воздвигнуть медного змия для того, чтобы народ мог исцелиться от укусов ядовитых змей. Эти ядовитые гадюки – это образ той внутренней злобы, которая отравляет людей в пустыне. Точно так же, чтобы исцелить человека от смерти и греха, Сын Человеческий должен быть вознесен на кресте. Точно так же, как медный змей был вознесен в пустыне, также Сын Человеческий будет вознесен на кресте, и это будет часом Его славы. И дальше Иоанн произносит замечательные слова. «Да, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Единородного, Единственного, чтобы всякий человек, который верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому вера – это не просто какое-то абстрактное убеждение, это не означает разделять чьи-то взгляды или мнения. Верить на языке Иоанна – это означает жить единой с жизнью, с воскресшим Христом, и через это избежать осуждения и смерти. Заканчивается разговор словами о суде. «Бог не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, чтобы осудить мир, но чтобы мир был спасен». Мы с вами говорили, что Евангелие структурировано как некий суд, как некое разбирательство, кризис. И линия суда проходит между теми, кто принимает этот дар, кто отвечает на приглашение, на зов Христа, и теми, кто его не принимает, кто отвергает, и поэтому оказывается осужденным. И парадокс этого суда состоит в том, что Бог не является судьей и Богом суда или гнева, но сам выбор, который делает человек, помещает тебя либо в одном, либо в другом пространстве. Любовь Отца просвещает и наполняет своим сиянием весь мир, и любовь эта не навязывает себя, но человек может предпочесть ей плотские дела, плотскую жизнь, и тем самым оказывается в пространстве осуждения. Именно в этом и состоит суд. Свет пришел в мир, но люди возлюбили больше тьму, чем свет, поскольку дела их были злые. Каждый, кто творит злое, ненавидит свет и не приходит к свету и страха, но тот, кто творит истину, идет к свету, чтобы открылось, что дела его были сотворены в волке. На этих словах беседа завершается в глубоком безмолвии ночи. Прозвучал призыв, обращенный к сердцу каждого человека. Эти слова должны произвести какой-то переворот, который будет сродни новому рождению, потому что в Царство Божие не входит, как входит в соседнее помещение, в него входит, как новорожденный младенец входит в жизни, благодатью и силой, силой жизни, которая даруется свыше в Сыне Божьем Иисусе Христе. И начиная с 25 стиха мы вновь слышим голос Иоанна Крестителя. Он приносит свое последнее свидетельство. Начинается с того, что у его учеников завязывается спор с кем-то из иудеев относительно очищения, то есть крещения. Дело в том, что рядом Христос тоже крестит, и все приходят не к Иоанну, а приходят к Нему. Это вызывает ревность, вызывает недоумение у учеников Иоанна, и с этим они приходят к своему учителю. Но Иоанн Креститель не видит в Христе соперника или конкурента. И он открывает своим ученикам потрясающую мудрость. Он говорит о том, что никто не может получить больше того, что ему дается свыше. В действительности мы можем лишь вместить то, что нам дается свыше, но то, что нам не дано, мы не можем себе присвоить. Поэтому Иоанн никогда не претендовал и не хотел выдавать себя за Христа. Он говорит, что он лишь голос земли, он глаз, вопиющий в пустыне, он лишь предтеча. Но в действительности потом Христос скажет, что Иоанн величайший из всех рожденных на земле. Но его величие состоит в другом. Подлинное величие состоит в том, что ты принимаешь то, что тебе дается свыше, и не более того, потому что уже этого очень много. И самое трудное – это найти и обрести именно то, что тебе дано от Бога. Иоанну дано быть другом жениха. И быть другом жениха – это величайшая радость. Друг жениха не имеет права взойти на брачный чертог, но он радуется, слыша голос жениха, и эта радость будет совершенна. Радость Иоанна в том, что тот, о ком он пророчествовал, будет расти, возрастать, а Иоанну надлежит умоляться. И в заключении звучит тема «Небо и земли и свидетельства». Нам кажется, что небо и земля – это нечто, что противостоит друг другу. Либо небо, либо земля, либо свет, либо мрак. Но здесь возникает новая диалектика. В действительности и земля может быть небесной. Святые отцы иногда употребляют этот образ «небесная земля». В действительности земля может стать сопричастницей божественной жизни и божественного блага. Именно для этого Христос и приходит в мир. Слово «свидетельство» здесь рифмуется со словом «печать», «запечатлено». Образ печати мы находим и в апокалипсисе. И этот образ очень парадоксальный и глубокий, если задуматься, что означает этот запечатанный, запечатленный. С одной стороны, печать – это то, что скрывает и оставляет под спудом, в тайне, в секрете нечто. С другой стороны, печать – это то, что сохраняет, защищает. Точно так же, как зерно защищается кожурой и, оказавшись в лоне земли, оно прорастает постепенно, чтобы открыться, так же и этот образ печати, который сохраняет нечто сокровенное, которое со временем станет явным и откроется. И самые последние стихи возвращают нас к таинству крещения и крещению Христа на реке Иордана. Речь идет о Святом Духе, который Сын получает в изобилии. Бог дает Дух без меры, с избытком. И тема крещения тоже рифмуется с темой богосыновства, потому что речь идет о любви Отца. Голос говорит с неба «Ты мой Сын возлюбленный». И Отец все придает в руки Своего Сына. Святые Отцы очень часто употребляют образ Христа как руки Отца. Действительно, все принадлежит Ему, вся полнота. И Дух Божий тоже Ему дан немерой в изобилии, для того, чтобы после этого через Христа Святой Дух наполнил все творение. Все находится в руках Христа, в руках Сына. И в 18 главе эта тема опять прозвучит. «Всех, кого Ты мне дал, всех, кто были в руках Христа, Он сохранил, и никто не погиб, кроме Сына погибели». И завершается глава очень странным и грозным пророчеством о гневе. И кажется, что это вообще звучит очень странно и чуждо, потому что Иоанн всегда говорит о том, что Бог любви. Но глава заканчивается странными словами. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И здесь возникает вопрос, что же это означает, гнев? Значит ли это, что Бог, Бог гнева, Он может сердиться, может злиться? Совсем нет. Бог остается любовью. И в любой момент Он остается Богом любви. Но проблема в том, что человек совершает свой выбор. Если он принимает Сына, он принимает Отца, и он оказывается в пространстве их любви. Отвергающий Бога отказывается во внешнем пространстве. То, что в Евангелии называется тьмой внешней. Именно поэтому Исаак Сирин говорит, что наказуемый в гиене Огненной наказуется мечом любви. Сама любовь Бога, Его милосердие, Его нежность становится источником муки. И поэтому мы видим, что атмосфера обретает новую напряженность, как будто гроза сгущается. И нужно сделать очень важный выбор — стать либо учеником, либо ты рискуешь оказаться во внешнем пространстве. На этой ноте заканчивается третья глава. На этом мы с вами сегодня прощаемся. С вами был на портале «Экзегет.ру» протерей Дмитрия Сизаненко и Санкт-Петербурга. Продолжение следует...